В Управлении внутренних дел по Ненецкому округу подвели основные итоги деятельности за 2019 год. Расширенное заседание коллегии ОМВД состоялось в актовом зале городской мэрии. В работе коллегии приняли участие органы власти региона, прокурор Ненецкого округа и уполномоченный по правам человека. Начальник окружной полиции Олег Яковлев в своем выступлении сделал акцент на имеющихся недостатках в работе полиции и определил конкретные задачи на 2020 год. Впервые за последние три года общее количество зарегистрированных преступлений в Ненецком округе снижение. За прошлый год их количество снизилось почти на 20%. Прежде всего необходимо отметить сокращение количества погибших и граждан, которым причинен вред здоровью. Меньше совершено преступлений против жизни и здоровья, против собственности. В том числе на 22% уменьшилось количество краж, на 25% грабежей, на 36% угонов умышленного причинения чужого имущества. Впрочем, несмотря на общее снижение зарегистрированных преступлений, по итогам прошлого года число особо тяжких правонарушений возросло на 40%. Этот рост объясняется усилением работы по противодействию наркотикам, коррупции, экономическим преступлениям. К данной категории относят теперь и преступления мошенников, совершаемые через банковские карты граждан. Правонарушения, совершенные на улицах, сократились на 23%. В общественных местах – на 28%. Немаловажную роль в этом сыграли камеры видеонаблюдения. Ключевым и неопровержимым доказательств совершенных преступлений на улицах в общественных местах выступают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, данные системы выступают с серьезным профилактическим оружием. Приведенные статистические данные напрямую свидетельствуют о важности развития правоохранительного сегмента «Безопасный город», а также продолжение работ по повышению уровня оснащенности и благоустройства общественных мест. Регион Александр Цибульский также отметил необходимость дальнейшего развития системы «Безопасный город». Продолжаем развивать систему «Безопасный город». Это важно и для дальнейшего снижения народных транспортов, которые шерсты и в целом приступаются на наших улицах. У нас серьезный план по продвижению направления. Вчера у нас приезжал Альпавловский банк, который предлагает очень серьезную, комплексную систему «Безопасного» и терапевтного города, которая для нас с вами позволила качественным образом сделать шаг, с точки зрения, в первую очередь, профилактики правонарушения. Шла речь на коллегии и об обеспечении жилыми помещениями сотрудников ведомства, в частности, участковых-уполномоченных, как в городе, так и в селах округа. Необходимо предоставлять участковым квартиры соответствующего качества, чтобы они были современными и соответствовали названию современного комфортного служебного жилья. Кроме того, мы с вами говорили, что есть проблема о предоставлении помещений для опорных пунктов. Олег Николаевич, хочу вам сказать, что мы договорились и первое поручение дали по микрорайону авиаторов. В новом доме будет выделено помещение, которым будет оснащено соответствующее помещение, которое тоже будет соответствовать тем стандартам, которые мы с вами совместно утвердим. Глава региона предложил наладить более тесное взаимодействие с органами исполнительной власти Ниньского округа для проведения профилактических мероприятий. В завершении заседания коллегии лучшие сотрудники управления были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестное исполнение своих обязанностей и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности.